пока все соберутся привет привет меня слышно меня видно как настроение отпишитесь скажите что-нибудь чтобы я понимала что все нормально идет меня видно меня слышно пока не вижу никакой реакции видно слышно все супер спасибо привет привет так давайте буду начинать потому что у нас время ограниченный час привет привет пока что напоминаю немножко водное напоминаю что у нас сегодня вторая часть эфира первую часть кто не успел посмотреть можете посмотреть у меня на youtube канале ссылка в шапке профиля там есть единая ссылка на нее кликает кликайте кликайте и переходите на youtube мой там сохраненная запись я продолжаю отвечать на вопросы эти вопросы мне задали подписчики телеграм-канала стартапы свиданка и не успела я на прошлой встрече все рассказать расскажу на сегодняшней встрече и у меня сегодня 55 вопросов это такой челлендж получается по одной минуте на вопрос и я тогда начну привет привет а если двое не живут вместе у этих отношений есть будущее здесь нужно понимать что имел ввиду автор этого вопроса не живут вместе то есть под одной крышей но они спят в разных кроватях тогда с этим можно работать эти можно работать но только в том условии если это оба партнера хотят если только один партнер то нет если оба партнера пойдут на семейную терапию тогда еще еще шанс есть если имеется ввиду что не живут вместе но просто встречаются если у этих отношений будущее ну да почему нет откуда такой вопрос скорее всего имелась еду первый вариант второй вопрос довольно красиво уверенная себе девушка привлекаю немало внимания противоположного пола стараюсь быть лояльный интересный но никогда не уходит дальше ухаживаний что-то всех тормозит в определенный момент все как один оказывается не готовы хотелось бы до знать в чем причина почему они так поступают здесь мой первый вопрос первое скажем такая идея что возможно это сценарий контр-зависимости возможно вы сами ищите людей которые будут подсознательно да разумеется это неосознанные процессы подсознательно ищите тех людей которые а вот так будут уходить то есть постоянно да вот написано постоянно это сколько это один-два раза тогда еще это не обязательно будет сценарий а если постоянно там четыре пять раз вы находите такие отношения таких партнеров которые там флир происходит а потом они уходят тогда здесь нужно уже думать может быть действительно вы сами ищите подсознательно таких партнеров почему потому что отношения могут подсознательно восприниматься как что-то болезненное эмоции это боль страшно открыться какие были взаимоотношения с отцом вашим какие там были отношения доверительный недоверительный папа был холодный может быть и вы продолжаете искать такого же да вот холодного партнера надо смотреть а следующий вопрос что делать если влюбилась в друга который пишет тонны сообщений первым целует то целует то отталкивает а при попытках перестать общение умоляет не рушить дружбу но первый вариант это опять-таки спросить себя что вы получаете в этих отношениях спросить себя почему вы допускаете такие отношения почему вы в них находитесь почему вы довольствуетесь тем что у вас как бы есть партнер но как бы и нету партнера это первый момент и второй момент это конечно же в первую очередь решить для себя поставить границы что я хочу как я себе как позволяю чтобы со мной вели и какого партнера я хочу каких отношений я хочу следующий вопрос у меня таким по блокам будет сейчас про отношения общие вопросы а дальше будет больше про абьюз стоит ли выходить замуж за нелюбимого человека только потому что ждешь от него ребенка аборт не вариант это все очень индивидуально ни один хороший психолог вам точно не скажет они психолог не подруга не скажет делай так и будьте без счастья это все зависит от системы ваших ценностей до выходить замуж все от системы ценностей все от взаимоотношений ваших с партнером нельзя сказать да или нет стоит выходить или не стоит смотря какая там у вас ситуация может быть у вас критические финансовые ситуации вы понимаете что вы не сможете поднять ребенка одна а я прекрасно понимаю если это вопрос в россии да если вопрос там в той же германии ну наверное такой вопрос даже бы не стоял да это не проблема финансовая в россии у нас к сожалению да ситуация другая я не знаю какая конкретно у вас ситуация может быть именно вашей конкретной ситуации вы для себя решите что да а может быть такая ситуация что вы понимаете что вы самостоятельная женщина и вы можете поднять ребенка и вы не нуждаетесь партнере и зачем вам тогда нелюбимый человек а знаете очень часто говорят о том что вот нужно терпеть нужно терпеть ради детей но самое главное нужно помнить что для детей намного важнее психологическая обстановка в семье ни к чему хорошему не приводит когда родители ругаются ненавидят друг друга и это все видят дети и дети вам спасибо не скажут дети вам в 15 лет когда они уже станут подростками 16 начнут грыть разведитесь вы достали и вот эту модель поведения они будут на себя принимать поэтому счастливые дети это те дети у которых комфортная психологическая ситуация в семье это может быть один родитель что делать тоннера татьяна да я сейчас отвечу на вопросы которые у меня в списке до 55 вопросов потом если останется время я отвечу на те вопросы которые мне задаете если что задайте мете этот вопрос напишите в личку если они не успею на него ответить вот поэтому счастливые дети это дети в благополучной семье будет там где психологически комфортная семья если это пара но муж и жена но там постоянные ссоры крики ничего хорошего для детей этого не не будет следующий вопрос встречаемся почти год начала был захватывающим страстным эмоциональным сейчас немного успокоилась я постоянно проиграю ситуацию между это мой мужчина я хочу за него замуж и детей или он не точно не подходит мне нужен кто-то другой хочется определиться внутри себя и поддержать одной позиции как это сделать вообще почему появляются мысли о расставании а ну здесь я бы посоветовала начать опять-таки с выяснения потребности какие потребности закрываются ваших отношений какие не закрываются то есть да я напоминаю какие потребности бывают в партнерских отношениях первое это защита чувствуете ли вы что ваш партнер защищает что завтра хоть потоп хоть пожар вы точно можете на него положиться финансово можете на него положиться признание признает ли ваш партнер принимает ли он вас такой какая вы есть не важно сейчас мужчина и женщина можете ли вы проявлять рядом с ним себя можете ли вы петь в душе петь оперу готовить в это время итальянскую какую-нибудь пасту и не стесняться можете ли вы партнеру сказать что дорогой давай поговорим меня не устраивают вот это вот это вот это давай что-нибудь с этим придумаем нет ли такого что партнер вас эмоционально кастрирует то есть обзывает унижает нет ли это такого в ваших отношениях это признание следующая потребность это любовь вы знаете что ваш партнер любит с одной стороны такое легкое нелегкий вопрос с другой стороны он сложный потребность в удовольствии нравится ли вам секс не получается ли вы оргазм нравится ли вам находиться рядом с партнером нравится ли вам ходить в кино вообще у вас какой-то момент удовлетворения просто как друг даже не как партнер а просто вот как друзья мы есть или нет поспрашивайте себя на вот эти вопросы где где ваш партнер не закрывает вашу потребность от этого уже и пляшите привет привет следующий вопрос не пойму хочу я замуж или нет вроде да и нет отношения прекрасные живем вместе общие интересы намекала сто раз на предложение таки не поступили и с другой стороны зачем если так все хорошо детей ближайшие 35 лет не планируем опять-таки здесь вопрос про ваши ценности если вам от этого хорошо то пожалуйста мы сейчас опять-таки уходим от такой ситуации когда все гонятся за этим браком опять-таки вот в той же европе в той же вы сохраните эфир да сохраню я его еще на youtube хочу сохранить вылить в тоже допустим германии здесь такая ситуация что прежде чем люди поженятся они могут прожить 10-15 лет и я сейчас не шучу а есть знакомые истории здесь да в германии что у них уже дети есть но они еще присматриваются друг друга они еще не решили подходит они друг другу или нет там скоро уже и внуки пойдут понимаете система ценностей она поменялась то есть брак уже не для всех он именно этот штамп до нужен поэтому это все зависит от вашей системы ценности если для вас нормально да господи живите с другой стороны спросите себя меня начинают давить на меня мои родители да то может быть моя мама говорит ну когда ну когда и все подруги уже вроде бы и замужем и этот момент вас напрягает а внутренней вам не так уж и хочется тогда нужно с вот этими поработать с установками извне другой стороны если для вас эта ценность тогда уже конечно же надо решать этот вопрос следующий как понять что ты хочешь именно с этим человеком быть отбросив стереотипы внешность деньги статус и страхи вдруг он уйдет вдруг вдруг друг друг вдруг не тот ответ вопрос опять-таки вам себе поставьте вам хорошо вместе если сейчас вам хорошо то никто не знает что будет через пять через десять лет и поэтому загадывать и придумывать наперёд не имеет смысл и вы тем самым только повышаете уровень своей тревожности спросите сейчас вам хорошо и конечно же здесь можно поработать со страхом можно написать письмо себе работа с подсознанием пропишите свой страх пойдите в этот страх углубитесь если вы допустим боитесь того что он уйдет окей он идет и тогда прям прописывайте себе это на бумаге он идет и тогда что ну тогда будет вот это хорошо это будет тогда что тогда будет вот это и вы прям так погружайтесь 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 пока не дойдет до глубинного страха и вот с ним уже можно работать и понять следующий вопрос ты находишься долгих серьезных отношений но секс уже наскучил не возбуждает потом вдруг влюбляешься стоит ли подобных ситуациях бросать все и гнаться за влюбленностью здесь нужно понимать что в любых отношениях есть кризисы я это говорил на прошлом встрече в их отношениях есть кризисы и один год три года пять лет и когда вы это понимаете соответственно вы знаете что хорошо с этим можно работать это нормально в семейных отношениях поэтому сказать о том что вот все бросайте все и влюбляйтесь нельзя сказать опять-таки это все из ваших ценностей есть примеры когда пара понимает что женщина понимает что все вот действительно любовь прошла и я не хочу я не вижу будущее с этим мужем это тогда один вариант если вы понимаете что все таки у вас отношения с партнером хорошие вы любите партнера но вдруг вот вы влюбились тогда уже с этим можно работать потому что здесь уже вступает сексуальная скука подробно я рассказывала в предыдущем эфире посмотрите как из нее выходить сексуальная скупа скука вот это эффект новизны эффект таких бабочек в животе и тогда нужно привносить вот этих бабочек в животе в свою жизнь можно особенно это знаете касается часто творческих людей если они как не подпитывать себя не ходи там взять какие-то мюзиклы и выставки что вам нравится концерты какие там вечеринки возможно жизнь становится серая скучная и здесь появляется человек который дает вот эти эмоции да по сути же вам нужен чаще всего нам нужны эти эмоции они это человек потому что с этим человеком и понимаем что и через пять лет будет то же самое если мы ничего не будем делать и там грубо говоря и стирать его там носки убирается и видеть и готовить и видеть там я не знаю его в трусах и и нас это будет уже вообще не возбуждать нам нужно само это чувство и вот это чувство нужно также привносить в жизнь и опять-таки да почему становится скучно почему становится не интересно в серьезных отношениях долгое время потому что это нет перчинки и здесь опять-таки нужно работать над потребностями которые у вас есть в отношениях и которые не удовлетворяются следующий как распознать нарцисса и выйти из отношений с ним при условии что есть совместные дети как какая разница нарцисс или нет да здесь такой интересный вопрос как распознать нарциссы и тогда выйти если это не рад не нарцисс то есть я слышу в этом вопросе лично я дал так услышал может быть если сейчас меня читает слушает слушает чай который задал этот вопрос там не скажите здесь мне кажется больше вопрос не про нарцисса про совместных детей что делать если совместные дети но к этому я же тоже уже сказала что для детей намного лучше если так гармоничная семья чем это будут скандалы и склоки и все это будет переходить на детей то есть вот об этом подумайте может ли вы нормализовать отношению и хотите ли да можете или хотите нормализовать отношения с и вашим партнерам и если нет ну тогда уже задумывайтесь как это может отразиться на ваших детях десятый вопрос почему на расстоянии с партнером и начинаем ругаться когда рядом то все хорошо но скорее всего нету доверия нету доверия и появляется ревность если какие-то другие мысли если не согласны то пишите там не с этим можно тоже поработать но первое что мне происходит проходит голубь конечно ожидается красиво ревность как дальше откатиться к несерьезным отношениям и вообще их продолжить если оба поняли что серьезных отношений вам не надо не очень понятный вопрос а что вы хотите вообще получить от отношений надо разъяснять 12 вопрос мне кажется я разлюбила своего партнера но желание уйти нет как понять люблю ли я его представить себя можете ли вы себя представить с ним через пять-десять лет если совместные какие-то планы и опять-таки все вопрос к потребностям потому что очень часто бывает так что когда приходят на семейную терапию говорят о том что ну все мы уже пристали друг друга любить мы начинаем разбирать вот это колесо потребностей какие потребности закрываются какие потребности не закрываются если пара приходит к тому что хорошо мы закрываем потребности слушай дорогой я не чувствую себя больше женщины рядом с тобой или им партнер говорит я не чувствую что рядом со мной женщина я чувствую что рядом со мной какая-то домохозяйка и мать моих детей но точно не любовница и когда пара начинает работать То есть в этой сфере, когда оба хотят, да, работать, тогда все налаживается, да, с этим опять-таки можно работать. И в общем, когда ко мне приходят на семейную терапию, я договариваюсь с клиентами, что у нас есть какой-то срок, когда не разрывают отношения, например, полгода. И когда полгода, год там в зависимости от. И только после того, как партнеры все попробовали, но ничего не получилось, и они решили, что да, все, хорошо, мы попробовали, но мы понимаем, что мы больше друг друга не любим и ничего с этим не можем делать, только тогда возможно прям расходиться. Почему у таких людей, как я, постоянно складываются отношения на расстоянии? Прошу вас, может быть это сценарий, если это постоянно, опять-таки, да, 4-5 раз, то, скорее всего, это сценарий, который вы заваливаетесь, и, возможно, скорее всего, вы подсознательно сами ищите такие отношения, где не нужно входить в такую глубокую связь, да, потому что, ну, все-таки отношения на расстоянии, это не то же самое, что вот мой партнер, которого я каждый день вижу здесь у меня там в соседней комнате, да. Возможно, вы боитесь отношений, поэтому ищите такие отношения, где, возможно, есть расстояние, может быть, телефон садится, напишу в личико, хорошо. Возможно, у вас, опять-таки, такой сценарий контрзависимости, когда отношения это боль, поэтому мне намного легче быть на расстоянии и... Вопрос следующий, стоит ли заводить отношения, если партнер на 8-10 лет младше, почему нет? Все страхи, все проблемы, которые могут быть с партнерами с большой разницей в возрасте, точно такие же страхи могут быть и с партнерами одного возраста. Надо разговаривать, надо обсуждать, если какие-то возникают проблемы у партнеров. Что делать, если молодой человек очень худой, и мне хочется это исправить? Ну, слушайте, если у человека молодого такой метаболизм, ну, что, куда делать? Человек там не тубочка, чтобы его как-то переделывать. Если для вас это прям очень сильно влияет на сексуальную привлекательность, ну, тогда искать какие-то другие выходы, это уже, да, лично нужно с вами разговаривать. Это вопрос уже к сексологу, прийти к сексологу, да, на консультацию. Пошли вопросы про абьюз. Как бы по болезненным окончании тех самых абьюзивных отношений перестать переносить все страхи и новые, в новые нормальные и здоровые отношения? Ну, во-первых, это должна быть работа самооценкой, потому что после, чаще всего, после токсичных отношений, после отношений с абьюзом, очень сильно страдает самооценка. Потому что на низкой самооценке, на понижении низкой самооценки чаще всего и строится абьюз. Когда человек не может поставить свои границы, жертву, да, скажем так, не может поставить свои границы, идет на манипуляции абьюза, очень сильно страдает самооценкой. Поэтому идти и работать самооценкой, и, конечно же, лучше всего это в кабинете психолога, потому что самому это не получается. Вы можете сколько угодно прочитать книг, но психика будет вас выгораживать, психологические защиты, механизмы будут, чтобы самому не делать себе больно. И какие-то вещи вы можете ставить, блоки психологические, и не видеть того, не смочь посмотреть со стороны. Поэтому, да, и нужен психолог, который обойдет эти блоки и скажет вот так, так, так. Что еще делать? Во-первых, нужно отпустить обиды. Отпустить обиды есть очень много различных техник, и написание терапевтическое письмо, и арт-терапия. Отпустить обиды на партнера. Почему? Потому что если эти обиды не будут, если вы их не отпустите, то эти обиды, они перейдут на вашего нового партнера. И, как я ничего не сказала, прописать уроки, ошибки и уроки, которые вы можете вынести из ваших отношений. То есть, например, вы понимаете, что этот партнер, этот партнер меня унижал, этот партнер меня оскорблял, и я позволяла, я не выставляла границы. И в новых отношениях я этого не буду делать, это мой урок. Ну и, конечно же, да, я хочу сказать, что это очень сложно, действительно, выйти из этих отношений. Но сейчас мы дальше будем. Почему сложно? Да, вот как раз вопрос. Почему сложно уйти из-за амбьюзивных отношений? Из-за чего тянет обратно в такие же отношения к тому же человеку? Ну, потому что чаще всего это о сценарии с детства. С кем вы в детстве так себя чувствовали? Кто ввел себя в детстве так? Мама, папа? И ребенок, взяв такую модель поведения, он идет в эти отношения, потому что другой любви он не знал. Допустим, если папа был эмоционально холодный, то для ребенка это и есть настоящая любовь. Знаете, вот когда 50 на 50, когда родители с алкогольной зависимостью, и, допустим, мальчик, ну или девочка, неважно, растут, ребенок растет, и говорит, я никогда, никогда, никогда мой партнер не будет алкоголиком. И 50% действительно не вступают в такие отношения, 50% вступают. Почему? Потому что этот сценарий, они знают другой любви, для них это и есть любовь, потому что в детстве они не видели другого. А второй момент, они продолжают проигрывать сценарии, они продолжают пытаться спасти папу. Вот тогда ей не удалось, там девочки, спасти папу из этого алкогольной зависимости, и сейчас она партнера пытается спасти, перенесла фигуру папы на фигуру партнера. Поэтому сложно выйти из этих отношений. Ну и плюс там часто очень вторичные выгоды. Почитайте про треугольник Карпмана, это про созависимые отношения. И там часто бывают вторичные выгоды, которые и останавливают вот эту жертву, выйти из этих отношений. То есть, что вы там получаете подсознательно. Вот с этим можно копать, и когда вы докопаетесь, опять-таки, да, конечно же, само это сложно сделать. И это нужно делать в кабинете психолога, если вы решаете выйти из этих отношений. Когда вы докопаетесь, вы тогда поймете, ага, я понимаю, почему я там нахожусь. Например, ваш партнер закрывает ваше чувство одиночества. Ну вот нет у вас друзей по какой-то причине, нет близких, знакомых. И только ваш партнер, который вы и плачете, и ненавидите, и он вас оскорбляет, как-то унижает. Но он закрывает вашу потребность одиночества. Ну то он пришел домой, ну хоть кто-то есть дома, ну хоть кто-то. Это лучше, чем я одна буду. Как восстановиться после нездоровых отношений, избавиться от триггера, восстановить самооценку? Психологу работаю на самооценку, можно записаться ко мне на курс. У меня есть курс, который длится месяц, там 20 видеоуроков. Самооценка, зная себе цену, если интересно, да, напишите. Опять-таки, да, вот возвращаясь, что самому очень сложно самооценку восстановить, объяснила почему чуть выше. Следующий вопрос. Как понять, что твои отношения абьюзивны? Где граница между абьюзом и просто притиранием между партнерами? Интересный вопрос. Спросить, оскорбления есть в этих отношениях? Манипуляция есть в этих отношениях? Огромничение свободы есть в этих отношениях? Нарушение личных границ есть в этих отношениях? Есть в этих отношениях «ты должен», если вот это «ты обязан», если в этих отношениях вот эти слова присутствуют, значит, ты абьюз. Почему так сложно уйти, это я сказала, да, из отношений? Есть ли вот шанс перевести их в нормальное русло? Да, есть, если это работа двух партнеров. Если два партнера действительно хотят. И более того, я хочу сказать, если эти оба-два партнера будут ходить каждый к своему психологу. Потому что и у того свои вещи, свои какие-то комплексы, свои какие-то психологические сложности, трудности, которые ищут в другом. И другой как раз закрывает эти свои психологические какие-то потребности в своем партнере. Вот у них вот такой союз. Я так зло шучу, что самая крепкая любовь, это любовь созависимых людей. Потому что, что бы ни было, вот они кричат, там, бьют, да, вот если мы говорим абьюз именно физически, там, муж пьет, бьет же, ну, а она все равно не уходит. 20 лет просто, вот как будто любовь к моркови, да, вот самые крепкие отношения. Это вот отношения абьюз в тактичных отношениях. Поэтому сложно. Но, опять-таки, если оба договорились, что все хорошо, мы понимаем, что нам нужно что-то с этим делать. Каждый ходит к своему психологу, плюс там еще семейная терапия совместная, то, да, можно. Но, опять-таки, да, вот здесь тоже смотря какая граница абьюзивных отношений. Почитайте, как я сказала, треугольник Артмана, там, тирана, спасатель и жертва. Чтобы выйти из этих отношений, если они в легкой форме, да, то нужно прекратить играть роль спасателя, либо тирана, либо жертвы. То есть выйти из этого треугольника. Когда один из партнеров выходит из треугольника, тогда есть шанс, что второй тоже потянется, второй не сможет больше играть в эту игру. И тогда вот этот треугольник распадается, и тогда уже может идти работа. Но нужно действительно выйти из этого треугольника, и часто это бывает очень сложно. После расставания меня назвали абьюзером, ознакомился с этим понятием, частично согласился. Я правда любил, это чаще всего и происходит, да, сильно. И за все время отношений я ничего плохого не делал человеку. А в итоге оказалось, что моя любовь и заботу назвали токсичными, навязчивыми. Где эта грань между любовью и абьюзивными отношениями? Опять-таки, да, я сказала оскорбление, ограничение свободы, манипуляция, нарушение границ. Плюс почитайте книгу «Парадокс страсти». «Парадокс страсти» там интересно описывается, это книга психолога, там описывается, как мы начинаем гнаться друг за другом. И если один, скажем так, любит больше, чем другой партнера, то партнер, который понимает, что его любят меньше, допустим, вот этот правый клочек, он начинает душить, душить любовью второго партнера, чтобы этот партнер, а вдруг он уйдет, я должна ему показать, как сильно я его люблю. А этот партнер такой «Я не могу, я просто меня душит этой любовью, нужно подальше отойти, мне нужна свобода». В этот момент вот этот партнер «О господи, она отошла дальше, нужно еще больше мне показать любовь». И из-за этого тоже, да, прозвивается такая токсичность. А этот партнер, он действительно очень сильно любит, поэтому начинает вот преследовать, скажем так, свою любовь. Это все, что касается насчет токсичных отношений. Если у вас, ребят, вопросы, да, пишите мне потом в личку. Следующий блог – это про родителей. Маленький, но все равно есть вопросы. Двадцать, да, второй вопрос. Почему существует проблема свекрови и невесток? Если свекровь давно развелась, а сыновья почти полностью заменили ей мужа, теперь же есть я, невестка, и она клюет меня. Как себя вести? Ну, здесь мы видим налицо эмоциональный инцест. Что это такое? Это психологические термины, эмоциональный инцест, когда сын становится таким психологическим мужем для своей мамы. Да, вот папа ушел, секса, разумеется, никакого нет, но сын все делает, он заменяет роль мужа в отношениях с мамой. И поэтому, конечно же, начинает мама теперь тюкать невестку, потому что она занимает, получается, конкуренция, да, подсознательная, то есть такая вторая жена. Поэтому что делать? Ну, во-первых, партнер должен поставить границы с мамой и вообще поговорить о том, что партнер понимает, что происходит, не понимает, что происходит. Оговаривать о своих чувствах через я высказание, что мне это неприятно, мне некомфортно, когда вот так происходят такие-таки ситуации. Давай что-нибудь с этим решим. И если сын находится в той же такой зависимости, он не может отказать маме, там мама звонит в 5 часов утра, 5 часов утра, да, в 5 часов утра, сына, почини мне кран. И сына срочно бежит из постели, из которой хотел заняться сексом со своей женой, да, и бежит чинить маме кран. То что это значит? Это значит, что не прошла сепарация, то есть отделение от мамы не произошло. И это отделение может также произойти только в кабинете у психолога. Вы навряд ли что-то сделаете, только можете поссориться с партнерами, если как-то начнете взаимодействовать, если партнер сам не понимает. Следующий вопрос. Как ужиться с мамой парня, который контролирует нашей жизни, нашу внешность и наши деньги? Живем с ней, в скобочках. Ну, конечно же, начать жить отдельно. Я понимаю, что туда может быть сложно быть, но первое, что вы должны сделать, это финансово сепарироваться, финансово делиться от мамы. Финансово, дальше территориально, то есть вы не должны жить с мамой, мама не должна обеспечивать вас. И только тогда вы сможете эмоционально сепарироваться, то есть никак не реагировать на ее замечания. Она не сможет контролировать вашу жизнь, потому что вы уже не будете сами на это реагировать. Только так. Следующий блок у нас развод, либо конец отношений. Двадцать четвертый вопрос. Как отпустить человека, который больше тебя не любит, а ты его очень? Первое, это принять его выбор. Понять, что человек выбирает выйти из этих отношений. Это его выбор, он имеет на это право. Следующее, это займитесь собой. Займитесь собой в плане того, что у вас есть помимо отношений, какое у вас хобби, что у вас с работой, что вам нравится, что вы давно не делали, возможно. Займитесь собой, спросите, что я люблю, как у меня вопрос самооценкой, допустим, той же. Почему я все иду вот в эти отношения. И обязательно пройти стадии расставания. Пройти стадии расставания, конечно же, опять-таки легче это сделать с психологом, который примет вот эти все эмоции. То есть это отрицание. Возможно, вы сейчас на первой стадии отрицания, что нет, этого не может быть, это не могло произойти. Дальше стадия, это сгнев, идет торг, депрессия и уже в самом конце принять. Но все эти стадии, их нужно пройти. Следующий вопрос. Не могу пережить развод со стороны мужа после 25 лет жизни. Ни смены обстановки, ни смены деятельности, ни смены города не помогает. Как долго нормально приходить в себя в такой ситуации? Ну, скажем так, считается, что в среднем на год отношений один месяц переживания. То есть, да, здесь два с половиной года, когда вы полностью нормально придете в свое состояние. Опять-таки, да, нужно пройти все вот эти стадии. Но главное, чтобы не погрузиться, не остаться на стадии депрессии. Поэтому, опять-таки, да, вот этот вопрос, если никак не можете прожить, обратитесь к психологу. Следующий вопрос. Стоит ли разводиться после измены роман на стороне длиной в 3 года? Ну, здесь мне немножко непонятен роман с чьей стороны, с вашей стороны или роман со стороны партнера. Здесь, опять-таки, да, понимаете, а что там было с потребностями, которые я уже говорила. То есть, если вы понимаете, что и партнер-то вы своего любите, мужа, да, тогда работайте с потребностями. Тогда посмотрите, какие потребности мне закрываются с вашим мужем, да, там, ну или партнером. И закрывайте потребности. Что сейчас, да, то есть у вас в отношениях находится? Хотите ли вы сохранить эти отношения? Не всегда, не всегда измена – это крах отношений. Бывает так, что измена – это, наоборот, рост. Вы понимаете, что вам не хватало в отношениях. И тогда начинаете с этим работать. И тогда часто бывает, что после измены отношения приходят на новый уровень. Потому что то, это у партнера замалчивали все это. Нашелся другой человек, где женщина, мужчина удовлетворял свои потребности, потому что со своим партнером ни о чем не говорил. Потом измена открывается, и партнеры решают, окей, да, у нас проблемы в отношениях, но давай с этим будем работать, давай примем наши, поймем, какие у нас были ошибки, вынесем для себя уроки и будем с этим работать. Поэтому вопрос, стоит или нет, это зависимость от системы вашей ценности и какие сейчас происходят у вас в отношениях. Следующий вопрос. Надо ли разводиться, если человек хороший, но интересы никак не совпадают, из-за этого постоянные конфликты? Ну, конечно же, а что за интересы? Мо-первых, вопрос, если дети, если вы хотите детей, а ваш партнер нет, либо наоборот, ну, то, конечно же, в дальнейшем будет сложности, да, наверное. А если серии «Я люблю футбол», он болит, хотел сказать, ну, или наоборот, или так, неважно, то насколько вам мешают эти, то, что у вас разные интересы? Есть ли у вас еще какие-то точки соприкосновения? Но, конечно же, хочу сказать, что во многом часто, не часто, во многом строится брак, также и на совместной какой-то деятельности. Да, мы можем любить что-то разное, но, допустим, вечером у нас какой-то общий досуг или нам интересно обсуждать друг с другом, и у нас нету конфликтов из-за этого. У вас что-то помимо этого еще есть в отношениях? Может быть, там опять какие-то потребности не закрываются, и поэтому вы видите, что у вас вот интерес, и интересы разные именно из-за этого конфликты. Насколько вы там в этих отношениях независимы ли вы друг с другом? Нет ли такого, что мы с Тамарой ходим парой, мы любим футбол, я к друзьям, значит, и ты к друзьям, я устала в 10 часов вечера, ухожу домой, значит, и ты со мной. Тогда, конечно же, будут конфликты, но тогда можно здесь работать над принятием своей самостоятельности и независимости партнера на партнерских отношениях, а не так, что вот мы с тобой с цепкой, и мы с тобой не два раздельных человека, которые живут просто вместе, которым хорошо вместе, а мы как будто с собой вот одно целое, куда я, туда и ты, и нет ни у кого выбора. Следующий вопрос. Как перестать испытывать вину за то, что заканчиваешь длительные отношения? Почему так больно и как остановить боль? Ну, во-первых, дайте себе право на личное счастье. Почему вы, зачем вы испытываете вину? Вот это гложет, что, ну, чаще всего, ну, как же так, вот ему хуже, а мне-то вроде бы и хорошо, от этого мне еще хуже. Дайте себе право быть счастливой. И остановить боль, не очень хорошая идея, надо прожить эту боль, надо прожить боль, потому что если вы ее не проживаете, она потом вас догонит и еще сильнее вас ударит. Есть различные, опять-таки, техники, например, техника ключ. Напишите мне, если надо. Она дает помощь, скажем так, вот эти прожить эмоции более экологично, чтобы не помереть. Следующий вопрос. Как не надеяться на возобновление отношений, если вы остались хорошими друзьями и не хочется прекращать общение? Опять-таки принять выбор партнера и сконцентрироваться на себе, заняться собой. Как решиться и избавиться от отношений, которые сейчас еще что-то приносят? Путешествия вместе, редкая поддержка. Но знаю точно, что этот мужчина не для семейной жизни. Она желательно в ближайших планах. Как решиться? Посмотрите технику квадрат Декарта. Техника на принятие решений. В интернете прям примеры, как ее выполнять. Очень хорошо на принятие решений, потому что там показаны вторичные выгоды, почему вы находитесь в этих отношениях, что будет, если это случится, что будет, если это не случится. В общем, там не два варианта плюс и минус, а там такие четыре блока, из которых уже можно видна картинка более четко и легче принять решение. Следующий вопрос. Можно ли восстановить отношения после их развала? И как это правильно сделать? Да, можно, если проговаривать ошибки, если оба партнера этого хотят, проговаривать, что вас не устраивало в тех отношениях, и менять это, да? Не просто поговорили и на этом все успокоились, да? А нет, узнать, какие потребности они закрывались, что не устраивало, и постоянно обсуждать, обсуждать, обсуждать. То же самое после измены. Проговаривать, проговаривать, проговаривать. Невозможно после измены сказать, ладно, я прощаю. И все потом сделать вид, как будто ничего не было. Нет, это постоянный процесс. Вначале, поскольку это действительно больно для партнеров, это нужно проговаривать. Только тогда такой может быть выход на новые доверительные отношения. Как принять свою ориентацию? Это может у нас немножко другой блок, это про себя. Как принять свою ориентацию? Во-первых, я хочу сказать, что любая, как сексолог я сейчас говорю, что сейчас очень много направлений. Есть бисексуалы, есть гомосексуалы, и очень-очень много сейчас отлетений, направлений, андрогены. И с точки зрения сексологии, с точки зрения современной сексологии, каждая ориентация это нормально. И если вы живете в, тем более, если вы живете в России, где с этим очень сложно сейчас, обязательно сходите, обязательно сходите к психологу. Это очень сложная, серьезная тема. Проговорите это с психологом. Пусть он вам поможет принять свою ориентацию. Здесь еще есть вариант пойти в какие-то сообщества, ассоциации, которые у вас есть в городе, как групповая терапия. Увидите, что я не один, что это нормально, что это общество просто, в котором вы живете, да, опять-таки, даже, скорее всего, если это Россия. Но в Германии, кстати, тоже с этим такие не до конца решены проблемы, что это общество давит. Но с точки зрения биологии, психологии, сексологии, это нормально. Следующий вопрос. У меня проблемы со зрительным контактом, когда иду по улице, не могу смотреть на незнакомых парней. В принципе, я не закомплексованный человек, нормально общаюсь с парнями, но если какой-то Аполлон, не могу смотреть в лицо, хоть убейте. Вопрос с самооценкой, самооценкой здесь даже вариант такой, что спросите себя, а считаете ли себя достойной таких красивых мужчин? Вот с этим уже и работайте. Извините, не успела, на начало будет запись. Очень важный вопрос. Да, запись будет. Запись и на ютубе я сохраню. Как перестать бояться, что ничего не получится и навсегда останешься одна? Не получается освободиться от страхов. Погрузиться в этот страх? Говорила, как? Прописать себя, что случится? Если я осталась одна, что случится? Ага, а вот если вот это случится, тогда что? Тогда вот это. Окей, а тогда что я буду делать? Погрузиться в этот страх. Понять, что этот страх, он иррациональный. Что ничего не получится, навсегда останешься одна. У нас столько людей в мире, у нас 7,5, да, там сейчас уже больше, наверное, 7,5 миллиардов. Сложно, сложно остаться одной, нужно очень-очень стараться и нужно ничего не делать, чтобы остаться одной. Здесь такая еще продолжение немножечко ревности, потому что здесь может быть ревность, да, быть, что я боюсь, что останусь одной, одна. И бывает так, что когда начинаются отношения, и вот это появляется ревность, потому что я боюсь, что я останусь одна, а куда ты пошел? И начинается такое тюканье, тюканье партнера, и в итоге пара как раз расходится, да. Здесь тоже нужно с этим быть аккуратным, чтобы не перейти к этому этапу. Как смириться с тем, что день рождения придется отмечать в полном одиночестве? Ну, вы не в полном одиночестве, у вас есть вы. И вся терапия, вся психология построена на то, чтобы выращивать в себе внутреннего, заботливого родителя, быть внутренней, заботливой для себя мамой, вылечить травмирующего ребенка и понять, что я у себя всегда на первом месте. Я не буду никогда одна, потому что как минимум есть я. Да, это первый момент. И второе, устройте себе праздник, устройте себе тот день рождения, который хотите вы. Сделайте то, что вы хотите. Откажитесь от вот этих социальных каких-то установок. Надо быть с кем-то обязательно. На Новый год, да, например, на день рождения. Сделайте то, что вы хотите. Не знаю, закупитесь мороженым, там сладкой ватой, сядьте посмотреть фильм. Либо возьмите себе в этот день выходной, сходите на выставку, что вы давно хотели, но не смогли сделать. Сделайте себе праздник себе любимый, вот так осознанно. Этот день я делаю для себя, потому что я люблю себя, это мой день. Следующий вопрос. Я не хочу детей вообще, это нормально, 29 лет в отношениях с девушкой почти год. Ну, слушайте, 29 лет, тем более мужчина, конечно же, это может быть нормально. В Германии вообще здесь заводят детей в 35-40 лет, и это нормально. Как перестать навязываться парню, который после трех лет совместной жизни ушел к другое? Ко мне я всегда больше относился, как к другану. Опять-таки, принять его выбор, сконцентрироваться на себе, заняться собой, понять, что в отношениях было такое, что вам не хватает, и это привносить в свою жизнь. Постоянно сижу в соцсетях своего бывшего на страницах бывшей девушки. Как перестать? Понять, нет ли там зависимости, как долго, как много вы об этом думаете, как долго вы были, когда были в отношениях, вы думали о самом партнере. Если больше 30% заботило вас о партнере, о мысли о партнере, о ваших отношениях, о ваших проблемах, если вообще вся ваша жизнь это ваш партнер, ваши отношения, тогда это зависимость. Должно быть не больше 30%. Вот 30% в моей жизни отношения, а еще остальные проценты у меня что-то еще происходит в жизни. То есть, да, спросите, есть ли у вас что-то помимо отношений, и сконцентрироваться, да, начать концентрировать на себе, начать, займитесь собой. Ух, следующий вопрос, 49 минут, 39 вопрос. Как отпустить ситуацию, если попала в сети пикапера? Не очень понимаю, да, что это значит отпустить ситуацию, там, возможно, повреждена самооценка, приходите на курс ко мне по самооценке тогда. Как перестать бояться прикосновений? Ох, это, возможно, детская травма какая-то у вас, и тогда здесь нужна терапия, если вы боитесь прикосновений, возможно, в детстве что-то было такое, что вам сейчас больно. Это работа с детским сценарием к психологу. Как объяснить феномен любви с первого взгляда? Ух, ну это интересно, ну это вопрос, скажем, больше, наверное, даже к биологам, но все равно, да, немножко про это расскажу. На фоне сексуальной потребности, потребности, да, на фоне сексуальной потребности вы видите партнера, который вас сексуально привлекает, и в этот момент мозг выбрасывает гормоны допамин, окситоцин, это гормон счастья, гормон влюбленности, и поэтому вы получаете такую эйфорию. И самое интересное, что вот эти гормоны, они вызывают такое привыкание, и поэтому хочется видеть и видеть партнера все больше и больше и больше, пока вот мозг долбит, скажем так, этими гормонами. Следующий вопрос, как поднять самооценку, заниженную абьюзером? А, немножко вот к абьюзеру вернулись. Опять-таки, да, то, что я сказала, приходите на курс с самооценкой, это работа с психологом, работа с детской травмой, работа с сценарием. Потому что если вы переходите постоянно из-за одних таких токсичных отношений, от одного абьюза к другому постоянно, это сценарий, с которым, да, самому сложно выйти из него. Что делать, если тебе 35? Год назад порвалась с длительными отношениями, а за этот период правила дейтинга поменялись, ничего не выходит. Ну, сколько вы пытались, и что вы ждете от свиданий? Какие у вас ожидания? Нет ли у вас как раз высокой тревожности из-за этого? Постарайтесь вначале просто получать кайф, не бесцелен, так, нужно познакомиться, нужно завести отношения, просто ходить и получать кайф, понравилось, не понравилось, все хорошо, идуй дальше. Не ожидать ничего от партнера, не ожидать ничего от себя, не представлять, не пытаться показать себя с какой-то другой стороны. Именно такой расслабленный подход, который снизит вашу тревожность. Мне очень просто общаться на начальном этапе знакомства на философские темы, шутить, болтать, проводить вместе время, но дальше это никогда не идет. Возможно, здесь контрзависимые отношения, отношения это боль, уже, да, говорила про это сегодня. Как выбрать между классными отношениями дорогой к мечте? Один партнер хочет переехать в другую страну, другой счастлив, вы родной. Спросить себя, что вы хотите от жизни, будет ли вам классно в новой стране, но с тем человеком, с которым вы не хотите жить. И опять-таки вопрос квадрат Декарта, посмотрите эту технику на принятие решений в интернете. Всю сознательную жизнь стеснялась с его деревенского происхождения. Сейчас парнем, он знает обо мне практически все, но иногда может без задней мысли назвать кого-то или что-то деревенщиной, колхозом, селом и так далее. Как перестать на него обижаться? Во-первых, поговорите об этом с партнером. Поговорите об этом с партнером, скажите ему, что вам это больно. Второй момент, это работа по принятию, почему вас это заботит, почему вы так к себе относитесь, почему вы не принимаете то, что вы выросли, что вы деревенского происхождения. Почему вас это задевает? Это скорее всего опять-таки работа с самооценкой, не признание, не принятие себя, происхождение. Как перестать стыдиться родителей? Работать над принятием родителей. И опять-таки, ваша самооценка, она зависит от того, кто являются вашими родителями. То есть, если мои родители, я ими могу гордиться, значит я хороший. Если мои какие-то родители, что-то вот в них не то, значит и я какой-то плохой. То есть, покопайте вот в этом моменте. Я серьезно заболела и перестала ходить. Очень серьезный вопрос. Прогнозы. Выздоровлю, но нужно много времени и операции. Но я все время думаю о прошлом, вместо того, чтобы сосредоточиться на сегодняшнем. Не могу принять себя новую. Все так легко говорят, отпусти прошлое. Но как? Я не умею, у меня не получается. Во-первых, ни в коем случае не допускать, чтобы люди обесценивали ваши переживания. Вот это, ой, да ладно, отпусти прошлое, иди дальше. Это обесценивание. Ваши чувства, они сейчас важны. Не давайте другим обесценивать их. И поскольку это очень достаточно глубокое переживание, я вам крайне рекомендую обратиться к психологу, который специализируется именно на таких, да, на травмах психологических, и с ним проработать. Там, скорее всего, будет прохождение через все вот эти этапы принятия себя, да, вы не можете сейчас принять себя новую. Отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие. Если нужен психолог, вы можете мне написать, я вам порекомендую психолога, который работает именно с травмой. Следующий вопрос. А как помочь маме пережить расставание? Ну, во-первых, просто быть рядом с мамой, вот эта поддержка должна быть, дать маме право на эмоции, на то, что она там плачет, переживает, злится. И ни в коем случае не обесценивать. Знаете, у нас, в нашей культуре, мы не знаем, как реагировать. Мы не знаем, как реагировать, и чаще всего, когда что-то происходит, у нас такое, ну-ну-ну, не переживай, ну ладно, все будет хорошо, да, он козел, найдешь себе ногу. То есть, что это такое? Это обесценивание эмоций. Вы не позволяете тем самым человеку пройти через эти эмоции, прожить эти эмоции. А надо просто быть, не пытаться успокоиться, надо быть просто рядом. Когда происходит какая-то травма, шок, кто лучше всего переживает? Какие люди? Ну, допустим, это были участники теракта, или мать увидела, как на ее глазах умер ребенок. Вот если она кричит, орет, бьется в конвульсиях, скорее всего, она пройдет этап, ей будет легче потом, она сможет пережить это горе. А вот те люди, которые все, ступор, и стыдно, с одной стороны, может быть, проявить эмоции, человек себя контролирует, или просто в каком-то ступоре, вот, скорее всего, с этим будут проблемы. А потому что человек не отдает переживать вот этот выход энергии, и нет, и потом все, и психосоматика, ну, и другие проблемы. Следующее. Как перестать ожидать моральной поддержки от родителей и принять, что взрослые люди друг другу не обязаны? Во-первых, у вас не произошла еще эмоциональная сепарация от родителей, эмоциональная зависимость еще от родителей. Поэтому и не воспринимайте маму как взрослого человека. Я, наоборот, да, вас призываю увидеть в маме не только маму, а увидеть в маме взрослого человека, а не маму. То же самое, что, знаете, очень сложно родителям увидеть в своих детях, детям, которым уже, блин, 30 лет, 40, увидеть в них не своих детей, а взрослых людей. Вот то же самое и вы должны увидеть, и не ждать вот этой поддержки. Понять, что это взрослый человек со своими страхами, со своими комплексами, со своими недостатками и достоинствами. И принять, увидеть реального взрослого человека. И вырастить внутреннего родителя, который будет как раз поддерживать то, что вы ищете от родителей, найти внутри себя. Ну, опять-таки, да, это вот к психологу. Пропадает без следа мужчина, который мне очень нравится, после того, как я проявляю симпатию, либо они проявляют симпатию, мне очень понятно из-за вопроса. Никак не могу принять тот факт, что дело не во мне, а в мужчинах. Что делать? Если, опять-таки, это происходит постоянно, вот это 8, 9, 10 раз, то, скорее всего, это сценарий. И вы сами можете выбирать таких партнеров, которые уходят. То есть, опять-таки, это может быть контрзависимость. Почему так сложно найти своего человека? Своего человека, что это такое? Может быть, там высокие требования, может, высокие ожидания от человека. Как перестать сравнивать себя с другими и видеть в каждой соперницу? Одним словом, как полюбить себя настолько, чтобы это была неизменная константа? Работать самооценкой. Работать самооценкой, избавление от чувства вины, принятие себя, любовь к себе, работать со страхом, защищать личные границы, сепарация от родителей, эмоциональное отделение, работа с внутренними убеждениями родителей. Это все вопросы к самооценке. Опять-таки, если интересует, у меня есть курс «Самооценка. Знай себе цену». Напишите в личку, если хотите поучаствовать в нем. 54-й. Как перестать западать каждый раз на тот тип мужчин, которые, как показал опыт, не способны на искренние нормальные отношения? Опять-таки, вопрос, наверное, какой-то сценарий. То есть, если вы постоянно западаете на один и тот же тип отношений, на один и тот же, на одних и тех же мужчин, то это какой-то сценарий. Вы там что-то отыгрываете, какой-то сценарий, который не смогли отыграть в одних отношениях, переносите на другой. Не отыграли в этих отношениях, переносите на другой. То есть, там или какой-то там, возможно, внутренне спасти партнеры, дать отпор. То есть, что-то проигрываете, что-то, что, скорее всего, идет из детства, что они проиграли со своими родителями. То есть, я бы вас спросила, какие у вас отношения с родителями. Последнее, что делать, если мне кажется, что я не могу влюбиться? Вопрос, есть ли у вас вообще доверие к мужчинам? Можете ли вы доверять мужчинам? Была бы вообще ли у вас когда-то влюбилась? Опять-таки вопрос, сколько здесь вам лет? Есть ли уверенность в себе? Считаете ли вы себя достойной любви? Вот эти вопросы, которые могут подтолкнуть на такие размышления, в чем копать и куда. Так, осталось у меня 8 минут, читаю ваши вопросы. И если у вас какие-то есть вопросы, то задавайте, и время пришло. Какие-то вопросы, уточнения. Так, 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 так. Замужем. Муж мусульманин, не принимаю ислам. Начались нападки родним. Что делать? А муж принимает? Муж принимает то, что вы не берете его веру. То есть, если муж принимает, тогда и нападки так его, да, я так понимаю, родни, тогда выставлять границы, разговаривать с вашим партнером, чтобы ваш партнер выставлял границы с его семьей. Ну, вообще, скажем так, считается, что границы с вашей семьей, с вашей мамой и папой выставляете вы, то есть не позволяете входить в вашу пару, не позволяете маме там критиковать вашего партнера и при нем, и лично вам, да, выговорить. И также ваш партнер выставляет границы с его родителями. Обговорите это с вашим партнером. Так, дальше, 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 дальше. Смотрю, мой вопрос еще один. Ну, вроде бы все. Вроде бы все. Ребята, какие-то еще вопросы есть, которые хотелось бы задать или все понятно, дайте мне какую-нибудь обратную связь. Помашите, поставьте плюсик, если все понятно. Эфир я в любом случае сохраню, как я сказала. Будет он доступен, супер, будет он доступен 24 часа, соответственно, здесь в инстаграме, и я его еще сохраню на ютуб, залью. Ну, и опять-таки, да, если у вас какие-то есть, возникли вопросы, пишите. Я напоминаю, напоминаю, что я консультирующий психолог, то есть не просто теоретик, психолог, сексолог, то есть ко мне можно обращаться по разным вопросам. Принимаю я в Берлине, оффлайн, то есть личная встреча, но и также я принимаю по скайпу, ватсапу, поэтому пишите. Сейчас тоже принимаю новых клиентов, так что если есть какие-то вопросы, пишите. Вот, ну, на сегодня все, я желаю вам хорошей пятницы, хороших выходных, и пока-пока, спасибо всем за эфир.